Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. И у меня на связи Алексей Василюк, украинский природозащитник и ведущий специалист рабочей группы Ukraine War Environmental Consequences War Group. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Алексей, ваша рабочая группа существует почти с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину. Почему важно отслеживать то, как эта война разрушает окружающую среду? Действительно, военные действия – это один из самых мощных и непредсказуемых факторов влияния на окружающую среду. И в том виде, в каком война развивается, в частности, в какую тактику используют в первую очередь российские войска, то речь идет о полном уничтожении довольно больших площадей. То есть независимо от того, или это природные ландшафты, или это сельскохозяйственные ландшафты, все это превращается в сотни тысяч воронок от боеприпасов, в полностью сожженную территорию, в невероятные загрязнения. Потому что, ну, даже если посмотреть, не искать какие-то сложные факторы, вот просто взрыв любого боеприпаса. Любой боеприпас – это химическая начинка в металлической оболочке. Происходит химическая реакция, снаряд разрывается, и независимо от того, достиг ли он своей военной цели, все его содержимое оказывается в окружающей среде. И когда таких снарядов сотни тысяч на небольшой территории сравнительно, то, естественно, ее уровень загрязнения стает настолько большим, что никакая промышленность, никакие другие факторы, или, допустим, сельское хозяйство, которые были в Украине до этого, это все даже близко не может сравниться с уровнем загрязнения, который появляется вследствие военных действий. Потом горит военная техника, стрелами разрушаются промышленные предприятия. А война же, она преимущественно на востоке Украины, а это наш центр всех почти видов промышленности, в том числе промышленности тяжелой. И даже, ну, допустим, самый известный, наверное, по всем военным событиям завод «Азовсталь», он просто огромного размера был. Он был по размеру сопоставимого с Венецией. Вот этот вот завод, который был сопоставим с Венецией по размеру, по площади, он полностью разрушен авиабомбами. И все сырье, которое на нем находилось, продукция, отходы, склады отходов, которые не подлежат переработке, все это было разрушено, попало в реки, в Азовское море. И ранее этот завод был, скорее всего, лидером в Украине по загрязнению окружающей среды. И насколько еще большее загрязнение произошло, когда этот завод был физически уничтожен бомбардировками. В городе Северодонецке, город тоже полностью уничтожен, в нем находилось 36 заводов химической промышленности. Мы не можем сказать точно, сколько именно и каких веществ попало в окружающую среду. Но не нужно проводить специальных исследований, чтобы понять, что их попало больше, нежели если бы заводы просто работали. Еще важный момент. Сейчас война развивается таким образом, к сожалению, что до сих пор фронт движется в большинстве мест в сторону украинских позиций. И все эти территории, которые были повреждены военными действиями, они оказываются на временно оккупированных землях. То есть мы не можем их исследовать. И не то, что мы как рабочая группа экспертов. Никто не может исследовать ни официальные экологические службы Украины, ни международные. Никто не может попасть на территории, временно оккупированные российскими войсками. И поэтому, на самом деле, нам сейчас даже тяжело оценить то, насколько большим является масштаб повреждений. И выводы, которые можно делать сейчас, это выводы, которые делаются благодаря дистанционным источникам. Ну, допустим, видео с квадрокоптеров. Война очень высокотехнологична. И ежедневно можно видеть сотни видео с беспилотных аппаратов. У нас общедоступными являются, конечно же, спутниковые слуги, которые можно на любую точку планеты рассматривать ежедневно. И этих выводов достаточно, чтобы понять, что практически около четверти нашей страны все, что там было, просто уничтожено. И населенные пункты, и сельскохозяйственные территории, и, конечно же, природа. И в будущем все это будет означать какую-то неизвестность. Представим, что случилось чудо, которого, в общем-то, нам очень не хватает. И, допустим, пока мы с вами общаемся, война сегодня закончилась. Вот как-то так случилось. Мы завершили разговор, а тут оказывается, что войны больше нет. Но это не значит, что мы сможем восстановить ту жизнь, которая была до этого. Потому что уровень загрязнений, скорее всего, будет означать, что на огромных площадях, которые, возможно, будут сопоставимы, ну, допустим, с одной пятой площади Украины, или там одной четвертью, это приблизительно как площадь Швейцарии или Австрии. Это невероятно большие площади. И эти территории могут оказаться уже позже, когда мы сможем там проводить исследования. Они могут оказаться настолько загрязненными, что на них больше нельзя будет возвращаться. И вторая часть проблемы – это то, что все территории, где были военные действия, они заминированы. И даже если там не делали специально минные поля, там находится огромное количество невзорванных боеприпасов, которые просто не разорвались. И это значит, что всю вот эту территорию, которая сейчас составляет четверть площади Украины, ее нужно будет разминировать. По современным оценкам, если разминирование будет длиться в тех темпах, в которых оно происходит сейчас, оно будет длиться минимум 750 лет. Ну, допустим, после окончания войны разминирование пойдет гораздо быстрее. Ну, допустим, даже в 7 раз быстрее. Хорошо. Тогда оно будет длиться 100 лет. При самых лучших стечениях медицины, судьбы и каких-то еще других факторов, никто из нас, из ныне живущих людей, не доживет до конца разминирования Украины. Это больше, чем жизнь двух-трех поколений. Это больше 100 лет. Это при минимальной оценке в 100 лет. Поэтому я боюсь, что огромная часть нашей страны может стать просто самой большой в Европе зоной отчуждения. У нас и так есть самая большая в Европе зона отчуждения, там, где в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. И с север Украины, и юг Белоруссии – это огромная зона отчуждения, территория, которая заражена радиацией. Там, в принципе, прекрасно восстановилась природа, но люди там не могут находиться. Но я боюсь, что размеры этой нынешней зоны отчуждения – это просто мелочь по сравнению с тем, какая зона отчуждения может появиться на месте нынешней линии фронта. Как мировое сообщество может помочь Украине сегодня именно в вопросах окружающей среды? Как может Австралия помочь? Может быть, это какое-то направленное усилие по разминированию? Или научная поддержка по документированию или аналитике? Или, может быть, есть какие-то организации, которые умеют делать то, что не умеет делать Украина в этом вопросе, в этих вопросах? О помощи других стран. Может быть, конечно, страны, которые там не очень активны именно в военной помощи, может быть, они помогут позже в разминировании. Но самое главное, чего мы не можем сделать сами, это достаточно оценить качество земель разминированных, чтобы понять, можно ли их возвращать в хозяйственное использование. То есть моя-то, в принципе, роль в жизни охраны дикой природы, но дикая природа не имеет хозяйственного использования, как правило. Она вот заминированная, незаминированная, разрушенная, неразрушенная. Все равно мы можем только смотреть, изучать, каким образом в ней происходят изменения. А вот, допустим, поля, они были в активном хозяйственном использовании. Потом там произошли боевые действия. Потом это все разминировали когда-нибудь. И мы с вами должны понять, можно ли их использовать опять как поля. Я считаю, что далеко не всегда это можно будет делать. Но при этом провести достаточно качественные анализы почвы, которых нужно будет очень много. Потому что если в одном месте можно взять пробу, и там это будет место, где рядом не было взрывов. А вот через 100 метров в другую сторону там было много взрывов. Там будет совсем другой результат. И таких проб, химических анализов почвы, нужно будет делать очень-очень много тысяч, сотни тысяч проб. В Украине нет лабораторий, которые могут делать такие анализы. Наши лаборатории могут делать только частичные. Часть показателей могут оценить. Поэтому те пробы, которые, допустим, мы отбирали, мы их отправляли в Лондон. Потому что в Украине мы не могли получить нужные нам результаты, оценить все параметры, которые были нам важны. И если бы страны Австралии, и не только Австралия, помогли Украине именно с химическими реагентами, с лабораториями, с оценками вот этих адекватными оценками, и, скорее всего, независимыми оценками, качество почв, это было бы очень хорошо. И тут Австралия, кстати, мне кажется, очень хорошим может быть кандидатом. Это именно хуманитарная помощь, направленная на обеспечение экологической безопасности жителей Украины и всех стран, которые потребляют что-либо выращенное в Украине. Я, конечно, говорю уже о будущем, якобы война закончилась. Конечно, она не закончилась. Вот мы с вами общаемся, мы сейчас находимся с вами почти с разных сторон планеты. Я с вами общаюсь, а тем не менее я смотрю новостные чаты, где у нас сообщается о движении боевых беспилотных аппаратов. И я смотрю, стоит ли мне перемещаться в какой-либо момент разговора в более безопасное место в доме. В Украине у меня нет возможности пойти, но тем не менее, по крайней мере, я постоянно вынужден следить. И, в принципе, все в Украине так вынуждены делать. Не нужно ли сейчас отходить от рока? И поэтому сейчас это многим людям может казаться чем-то, ну, скажем, далеким. Вроде бы это сейчас не вовремя об этом думать, но на самом деле думать об этом нужно уже сейчас, потому что пока мы с вами следим за движением ракет и шахедов, мы все равно продолжаем использовать, по крайней мере, какую-то часть загрязненных земель. И поэтому я думаю, что это самое перспективное направление в сфере охраны окружающей среды, в котором нам бы могли помочь другие страны. Алексей, хочется спросить про косвенные последствия войны на окружающую среду. Санкции международные во многом направлены на то, чтобы сделать как можно сложнее для России спонсировать свою войну. С экологической точки зрения, как вам кажется, работают ли санкции? Мой вопрос скорее направлен на тему теневых танкеров, которые в итоге Россия отправляет в страны, которые соглашаются покупать ее нефть. И вот эти разливы, о которых говорят в Балтийском море, как в итоге страдает экология в других странах из-за того, что разные страны, и Россия сама пытается обходить эти санкции? Война приносит какие-то экологические последствия не только Украине, потому что окружающая среда, она глобальна. Допустим, теракт на Каховском водохранилище в прошлом году, который привел к выбросу огромного количества загрязненной воды и, главное, ила с тяжелыми металлами, который накапливался в водохранилище почти 70 лет, потому что на берегу водохранилища находятся огромные промышленные предприятия. И все это было выброшено в Черное море, так и Черное море, оно касается многих стран. Последствия загрязнения моря очень быстро стали ощутимыми буквально через несколько дней в Болгарии и Румынии, позже в Турции и даже в Грузии. На протяжении какого-то времени эти страны даже останавливали промышленный лов рыбы, потому что территория, акватория была загрязнена. Это вот один пример. Потом у нас, допустим, происходят боевые действия. Взрываются снаряды, большое количество опасных веществ в результате этих взрывов оказываются в воздухе. Но если прямо сразу в этот момент не идет дождь, ветер уносит эти вещества куда-то, ну куда движется воздух. И поэтому я думаю, что многие страны Европы, а также вот там Турция и Северная Африка, они давно уже, ну они может это вот прямо так сразу не чувствуют, но их жизнь тоже стала хуже. Качество их жизни упало, потому что происходит загрязнение. Потом, кстати, в России массово горят леса. В прошлом для тушения пожаров в лесах активно использовалась армия в России. Сейчас, конечно же, армия в России используется в других целях, и леса никто не гасит. Воздух на планете наполняется углетистым газом. Все это очень сильно усугубляет глобальные изменения климата. Так, климат у нас целостный. Это не климат России или там климат Украины, или климат территории, где происходит война. Нет, это просто климат нашей планеты. Из-за событий, которые развиваются у нас, страдают все. Google Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.